МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В храме на улице Менделеева, в котором мы сейчас находимся, открылась воскресная школа. Не могли бы вы в двух словах рассказать, что это такое? Чем она отличается от той же православной гимназии, которая есть в нашем городе? Игорь Васильевич, давайте с вас начнем. Воскресная школа, у нас даже больше воскресная группа детей, две группы, дошкольная и начальная ступень. Это дошкольники идут от 3 до 5 лет, и начальная ступень – это 6-7 лет детки. От гимназии она отличается тем, что здесь идет введение во храм. Мы их только чуть-чуть знакомим, чуть-чуть приобщаем. Конечная задача – это приобщить к литургической жизни, чтобы они были христианами, ходили в храм, молились. Скажите, а это первая воскресная школа в нашем городе, или уже где-то есть другие? Нет, у нас несколько воскресных школ. Самая, можно сказать, древняя школа, которой больше 20 лет, она при приходе в храмы Всесвятых. Вот здесь так как новый храм, и здесь очень молодой контингент в храме молящихся. Мамочки молодые, с детками. Поэтому у нас немножко другого формата воскресная школа, потому что при храме Всесвятых там настоящая школа с уроками, со всеми дисциплинами воскресной школы. У нас она более адаптирована для такого как бы семейного, для сплочения прихода, для сплочения прихожан. В то же время, чтобы дети получали знания. Отец Сергей, а вы же, насколько я понимаю, духовник этой воскресной школы. Да, совершенно верно. Вы ведете какие-то занятия с ребятами? Ну, пока только в каком-то в общем контексте занятий, которые проводятся. В будущем, конечно, хотелось и участвовать в праздниках, и какие-то, может быть, поддержать какие-то уроки. Но самая главная задача меня как духовника – это работа с родителями. Работа с родителями, чтобы поддержать и закрепить те знания, которые им дает воскресная школа. Чтобы родить родителям? Родителям, да. У нас родители в нашей воскресной школе предполагается, что они участвуют. Они не только сидят и подсказывают малышам, что сиди смирно и слушай, что тебе говорят. Они также стараются быть такими полноценными участниками. То есть детки маленькие, часто внимания не хватает даже на полчаса. А когда он чувствует плечо родителя, который также задает вопросы, также как-то размышляет над сказанным, то он видит, что и мама, и папа тоже мало знают, или делают вид, что мало знают. Но таким образом идет подключение и сплочение вокруг этих ценностей, которые предплодают всей семьи. Суть вообще воцерковления человека, суть его становления, все-таки становления вместе с кем-то. Воспитание – это со-питание. То есть воспитывается ребенок, и родитель получает неизменно что-то новое вместе с ребенком. Поэтому духовная поддержка, духовные какие-то духовные темы внутрисемейные – это как раз дело священника, дело духовника воскресной школы. У нас ведь в России, ну, насколько я могу судить, может быть, я ошибаюсь, приход – это довольно такая закрытая группа. Вот воскресная школа здесь, при храме на Менделеево, она для своих, или приходят люди, на которых вы до этого никогда не видели. Но услышав о том, что здесь открывается группа для детей, им интересно, они приводят. Нет, хотелось бы, чтобы это было так. Но так как мы только начали, вот, поэтому это все зависит от нас. Если мы сможем поставить так занятие, а мы стараемся, потому что, как бы, педагоги у нас хорошо образованы, квалифицированные педагоги. Вот, и, как бы, когда будут родители видеть какие-то плоды, результаты, когда детям будет хотеться идти, и они будут спрашивать, а когда мы пойдем, то тогда будут приходить и извне, и тогда будет увеличиваться количество. Вот, нам бы хотелось, конечно. Давайте тогда чуть-чуть порекламируем. А что вообще ребята могут узнать, получить и принять вот здесь, вот, в духовной школе? Ну, и родители тоже. У нас, значит, занятие, как бы, первое, такое, вероучительное, называется, как «Ведение в охрану». Но оно в себя включает не только, мы рассказываем какие-то там библейские истории, да, но вот на основе евангельских, библейских сюжетов, да, мы в то же время это все сопрягаем с жизнью, потому что только знания, их, ну, просто рассказать, поделиться можно, да. А вот чтобы это переложить на себя, на свою жизнь, как бы для этого уже педагоги к этому активно готовятся, продумывают занятия, вот разные методы, методики применяют. Вот, очень интересно. То есть вы хотите сделать для ребенка храм знакомым местом, чтобы он ориентировался в нем? Да, чтобы, чтобы вообще изначально, как бы, для детей важно что? Общение, да, для, вот, растущих. Знакомство друг с другом. Вот, и чтобы они знали, что придя сюда, у них есть теплое место, где они могут пообщаться, где их могут поддержать, где они могут просто душу свою излить даже, да, вот. И если это у них получится, если у нас получится им это привить, то, как бы, значит, дети уже будут, ну, вот, жить христианским образом жизни, да, они уже будут ближе к храму, и вокруг них там тоже они будут подтягивать своих друзей. Помимо занятий вероучительных, у нас есть еще занятия творческие, музыкальные занятия, тоже на которых мы учим песни такого нравственного содержания. А у вас хор есть здесь? Хор здесь есть, да, да. Вот, и с детками тоже мы, вот, которые малыши, они просто поют песни такого нравственного содержания, а вот детки уже, которые постарше 6-7 лет, мы с ними уже учим немножечко молитвы, такие простые, и в то же время, чтобы были они мелодичные, красивые, детям нравятся. Потом у нас творческие занятия есть, тоже, там детки делают разные поделки, но тоже они идут, вот, ориентированные, допустим, сейчас к Рождеству мы готовимся, поэтому детки делают большой проект, вертеп, вот, к Пасхе там будут какие-то подарки делаться. Ну, вот. Кстати, извините, перебью на секунду, вертеп, я когда в первый раз узнал, торопил, это же вообще бандитское логово. Нет, вертеп буквально это пещера, но поскольку разбойники часто обитали вообще в пещерах, ну и вообще вот так вот проходящих мимо грабили, именно как бы внезапность, момент внезапности, поэтому это и вертепом. Но тогда, как Христос родился в пещере, да, то стало, как сказать, традиционным названием вертеп именно то место, где та пещера, в которой родился Христос. Поэтому вертеп зовется такое, как бы, ограниченное, можно сказать, пространство, да, уже театрального плана, в который показывают развитие истории о Рождестве Христовом. Оно называется вертеп. Бывает, что вертеп это даже уже и не только такое пространство, но и просто отдельно показанное театральное представление. А дети задают вопросы, на которые вы не знаете, что ответить? Иногда даже дети, одни задают вопросы, а другие дети отвечают так, как не ответил бы никакой взрослый. Ну вот как вот мне удалось недавно услышать, что один ребенок задал, из чего же Бог создал землю, а другой ребенок ответил, из любви. На самом деле, ну, принято говорить, что из ничего Господь, да, создал. То есть одно качество Бога показывается, о том, что Он всемогущий. А как показать, что Он действительно из великой благости создал и землю, и человека в ней поселил? Он создал все из любви. Ну и такие интересные моменты, как вопросы такие, как почему преподобного Серафима не кусал медведь, когда приходил. Тоже дети среди интересных ответов, как то, там, дрессированный медведь, батюшка преподобный прикормил медведя, там. Есть такие, ну, как бы, вот действительно богословские ответы. И при этом, как бы, понимаешь, что детская простота, то есть какая-то вот односложность, она иногда это путь к истинному богословию. Поэтому дети задают такие вопросы, нужно быть готовыми ответить именно так же. Потому что если ты немного ориентируешься в христианских знаниях, то тебе еще нужно и быть немного ребенком. Кстати, раз уж мы с вами общаемся, и речь идет о воспитании детей, вот вы, как мама нескольких ребят, дайте совет, как воспитывать и держать нервы в руках. Вы знаете, совет нельзя дать, однозначно. И кто из родителей тоже будет слушать, нельзя, нету шаблона, по которому можно примерить вот всех детей. Вот вы учите родителей, здесь, в воскресной школе, родителей общаться с детьми, решать какие-то вопросы, объяснять какими-то правильными словами. Да, но опять же, у каждого ребенка своя почва, на которую ложится эта семья, эти слова. Они все равно по-своему немножко воспринимают, да, в зависимости от вот их домашней обстановки, от умения общаться самим с такими же детками, там, со взрослыми. Поэтому, как бы, мы даем все возможное, а как это воспримется и какие плоды будут, это уже дело времени и дело семьи. Давайте вернемся к воскресной школе. Смотрите, воскресная, значит, занятия проходят в выходные дни. Воскресная. Да. Как вы стараетесь организовать их так, чтобы ребята не воспринимали это как принудиловку? Ну, потому что я, разумеется, не ходил ни в какую воскресную школу, но если бы моей маме с папой пришла в голову замечательная идея меня в воскресенье куда-то отдать, я бы, наверное, воевал. Нет, для этого, как бы, подбирается педагогический коллектив, который может интересно устроить занятия. Чтобы дети, придя на занятия, они получили такой заряд положительных эмоций. Давайте распорядок дня просто распишем, чтобы примерно люди представляли, как это выглядит вот на самом деле. Ну вот, значит, детки, которые подготовительная группа, это трех-пяти лет, они приходят в 8.30 вместе с родителями на занятия. Первое занятие идет вот это вероучительное ведение во храм. Затем у них идет занятие музыкальное, то, что оно 30 минут идет, и они выходят в храм на причастие. Дальше они слушают окончание литургии, прикладываются ко кресту, и идет общая трапеза. Они спускаются все вместе в трапезную. Вот для детей это очень радостный момент. Они все шумят, радуются. Идет кашу. Да, их там пирогами угощают. Очень нравится этот момент им. И потом малыши, потому что им уже достаточно нагрузки, они идут с родителями домой. Детки, которые постарше, вот с 6-7 лет, они после трапезы остаются на занятии. У них как раз тоже так же два занятия идет. Вероучительное и творческое занятие. Музыкальное и творческое, они чередуются по очереди. Потому что музыкальное занятие уже идет посложнее в плане того, что мы с детьми пытаемся молитвы изучать. Уже чтобы они немножечко, по чуть-чуть, находясь в храме, понимали хотя бы, про что в богослужении говорится. Это очень сложный момент в плане затраты усилий. Поэтому один урок делаем музыкальный, другой урок делаем творческий, чтобы дети когда-то отдыхали побольше. А учебный день сколько длится по времени? Для маленьких и для более старших ребят? Для деток младшей группы это занимает час двадцать по времени. И для старшей группы это тоже так же по времени. Урок тридцать пять минут идет. Плюс пять минут перемена и еще тридцать пять минут. Поэтому в принципе это необременительно для детей в плане усвоения материала. И в то же время они учатся общаться друг с другом. И тут вот в игровой в такой форме. Термин воскресный мы разобрали. Теперь давайте перейдем к школе. Это полноценная школа с оценками, тетрадями, дневниками? Или здесь этого нет? Нет, здесь нет этого. Но у нас даже, как говорили, у нас это воскресная группа, поэтому здесь немножко планка пониже в плане оценок. Но и вообще мы считаем, что как можно оценивать любовь к Богу, прочтение молитвы, например. Поэтому у нас всегда, когда ребенок что-то нам говорит, рассказывает, мы всегда его поощряем, говорим, что какой ты молодец, что ты постарался, что у тебя что-то получилось. Мы всегда оцениваем его старания, его труды словесно. А когда в присутствии это делается и других детей, вот самому ребенку, это очень радостно. И в принципе его удовлетворяет даже без всяких оценочных. Я когда готовился к первому классу, у нас была такая группа ребят, ну такого, типа нулевого класса. Нам двойка не ставили, но нас поощряли за хорошее выполнение заданий, нам давали звездочки. Ну будет, конечно, странно, если в цирке звездочки начнут раздавать за выполнение заданий. Но тоже какую-то форму поощрения придумать, чтобы ребенку было приятно. И там, знаете, можно было прийти там и показать. Не просто рассказать, что я молодец, а вот выдали на стенку повесить. Все равно такие видимые символы, ну они, конечно, может быть, и не очень коррелируются с христианской моралью, но они всегда человека мотивируют лучше всего. Это непреложная истина, и от этого никуда не денешься. Скажите, а с какого возраста вы ребята вообще готовы принять? И с какого возраста лучше приводить? Потому что, понятно, можно там и в 3, и в 4, но в этом возрасте, ну ребенок еще, ему поиграть там, побегать, попрыгать, ну совсем не до этого. Ну нет, вот с 4 лет у нас детки, у нас даже есть помладше, 3,5, да, с самого младшей. Вот, но опять же занятие проводится для вот таких маленьких деток в игровой форме. Они даже, можно сказать, не понимают, что они на занятии. Они пришли, дружеская обстановка, они, да, они пришли, они вместе поиграли, они вместе что-то сделали как бы для того, чтобы учились вместе сотрудничать, да, дети как бы урок построен так, чтобы через игру дети обучались. Поэтому я думаю, что они не воспринимают это как урок. У них не спрашивают домашнее задание, у них не спрашивают, что вы с того урока помните. А если это задается вопрос, то это, наоборот, ставится так, что это они уже знают. И вот, что вы знаете, расскажите. И для детей очень радуется, что они могут ответить на вопрос, показать свои знания. Вот, а не как домашнее задание это воспринимается. Поэтому у них нет от этого усталости и вот восприятия, что это школа, и тебя за это там оценивают или будут родители ругать за неуспеваемость. То есть слово «школа» пугаться не надо? Да, да, да. Условно говоря, не школа. А до какого возраста ребята занимаются здесь? Ну, вообще, как бы, в идеале они должны, как бы, предельно, да, окончании школы. То есть и старшеклассники тоже могут ходить в воскресную школу? Да, просто пока, как бы, у нас еще нет возможности помещений, чтобы деток более взрослых набрать. Вот, потому что у нас пока один за... Одновременно нету, нету, единовременно количество классов для того, чтобы принять более старших. А как со старшими ребятами занятия вести? О чем с ними разговаривать? Им же уже введение в храм не будешь преподавать, они все должны знать. Даже введение в храм, это тоже такая, ну, так скажем, такая наука, если так можно сказать, что она имеет несколько этажей или несколько таких, как бы, форм обучения и несколько каких-то информационных пластов. Поэтому я бы с этим поспорил, что нельзя преподавать введение в храм. Введение в храм даже мне можно преподавать. Ну, на самом деле, чем дальше человек, ну, познает мир, чем дальше он, чем больше он знает, тем больше он убеждается, что он мало знает. Ребята обращаются за духовной помощью, за советами, даже в таком маленьком возрасте. Ну, вот не знает, как человек себя повести. Ведь в храм же принято ходить не просто, там, условно говоря, для галочки или там на богослужении постоять. Люди ходят, ну, знаете, как, ну, не лучший пример у протестантов, да, там же есть проповедь. Человек как-то доступно, на наглядных примерах объясняет себя, как нужно вести в тех или иных ситуациях, когда человек, ну, сомневается. Вот здесь такое бывает. Ну, именно в открытой школе. И вообще, ну, как, с вашей точки зрения, должно ли быть? Ну, должны ли быть личные вопросы, да? Ну, они же исповедуются, ну, хотя, наверное, нет, дети-то не исповедуются. В чем они исповедуются? Дети, конечно, не исповедуются в таком раннем возрасте. Но у нас есть специальный такой праздник, вот он скоро тоже пройдет в начале рождественского поста. Это называется праздник первой исповеди, вот. Когда детям будет показан спектакль нравственного содержания, с ним будет проведена беседа о том, как готовиться и по возможности проявить себя вот в таком ответственном, с одной стороны, а с другом стороны радостном деле. Как исповедание своих грехов, как постижение себя. Но, конечно, родители иногда приводят детей вот так вот за ручку к батюшке, может быть, и трехлетних, может, там, четырехлетних. И транслируют, поскольку они стесняются сами задать, какие-то вопросы, на которые сами, ну, не смогли ответить. И батюшка отвечает на такие вопросы, да, бывает и личного характера. Ну, достаточно, потому что маленькие дети — это просто маленькие взрослые люди. То есть маленькие люди. Поэтому, конечно, есть такие вопросы. Ну, и принято считать, что где-то с семилетнего возраста дети начинают осознавать свои, ну, дурные поступки, как грех. Но у некоторых детей это бывает значительно раньше. Грех, значительно? Да, совершенно верно. Поэтому это важно иметь в виду и отмечать. Тоже так же какой-то похвалой и отмечать то, что они какие-то моменты жизни разумевают. Вот у нас сейчас за окном ноября, если только передача не идет в повторе, еще не поздно ребенка хотя бы просто привезти, да, не сдавать. Ну, посидит, посмотрит, понравится, не понравится. Или вы как будто сформировали группу, там, условно говоря, в августе. Так все, она не меняется. Нет, у нас занятия построены так, что в любой момент можно влиться. И дети не будут чувствовать, что они в чем-то отстали. Вот, поэтому в любое время могут прийти. И, да, сначала могут посмотреть. Если им это понравится, то мы будем рады. Воскресенье, 8.30, новый храм на улице Менделеева, прямо и направо. Ну, условно говоря. Это будет введение во храм, потому что здесь действительно человеку незнающему ориентироваться сложно. Хотя я так подозреваю, что все выстроено по канонам и по правилам. У нас уже идет подготовка к традиционной акции «Подарим детям Рождество». Отец Сергей, расскажите, пожалуйста, в двух словах, что это за акция? Кому вы помогаете и чем? Собираются силами волонтеры, эти неравнодушные люди, эти, ну, как бы по-христиански настроенные доброхоты. Кто-то репетирует праздник Рождества, чтобы показать вертеп, да, традиционное рождественское представление. Кто-то примеряет костюм Деда Мороза и Снегурочки и других зверей. Кто-то уже примеряет на себе, значит, форму, традиционную форму волонтера, чтобы выступить в торговом центре для сбора средств. И другие занимаются поиском благополучателей. То есть это те семьи, те дети, нуждающие. Продолжение следует...